Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, Александр Печуев. И сегодня мы поговорим о траве рута. Часто сейчас в интернете в последнее время многие люди, которые называют себя магами или какими-то целителями, начинают применять эту траву, не зная ни свойств, ни противопоказаний, ни к чему она относится ни в области магии, ни в медицине. Так вот, приходится мне, так сказать, поднимать это уже. Тему, чтобы люди поняли и не убили себя определенный момент, или не отравили, не попались, так сказать, потом на стол хирурга или врача. Да ведь? Наши великие маги. Это видео будет посвящено Самиру Али, так сказать. Человеку, который снял это про траву руту, естественно, как говорится, не зная ничего, более чем я убежден, не знаю, ни медицинских показаний, противопоказаний. Рута, как говорится, она еще называется похожая. Видов у нее много. Она ядовитая, очень сильно ядовитая. С точки зрения медицины, допустим, внешне, она ничем себя не проявляет, активность не проявляет. При одном условии, если вы ее большими количествами не дымите, но применять ее внутрь тоже дозируют. Если ее дымят, то в микроскопических, как говорится, добавках. И плюс, когда ее делают, чаще употребляют цветки, как говорится, внутрь или листья. Корни редко, потому что они более ядовитые. В определенный цикл Луны, естественно, Луна влияет. Как сказал человек, ничего не влияет. Влияет, влияет. Также данную траву нельзя сжигать на солнце, потому что от этого разрушается эпителия человека, который часто находится возле этой травы, часто ее жгет. То есть, по сути, она может восстановить кровоснабжение и все остальное. Но с другой стороны, было замечено еще, как говорится, Гиппократом, что были проблемы потом с мозгом. Это особенно шизофрения, токсикоз определенный, частое вдыхание, как говорится, нарушение. И, как говорится, шоком и состояние приводит легких, трахеи. Определенные, как говорится, проблемы начинаются также с сердцем, сбой дыхания. Это часто было, как говорится. Частые также начинаются сокращения сфинктера и кровоизлияния в кишечнике. Также у некоторых людей, особо чувствительных, у кого эпилепсия, допустим, врожденная, или какие-то припадки частые, да, может быть, как говорится, припадки обострения. Обострение не только там каких-то психических заболеваний, да, но, как говорится, при правильных, так сказать, недозировках, да, передоза, много дымем, пачечкой целой, как шизы, не зная, как правильно и что делать, и какие совместимости трав, да, то есть химически воздействует вот этот дым, он выделяется, он токсичен. Если кто не знает, он такой же ядовитый, как и аконит, как и болиголов и кукольники. Все остальные, как говорится, из этой группы ядовитых трав, да. Вот. Я вообще молчу о других травах. Также данная трава чисто биологически приводит с судорогом, спазмом людей, которые особо не понимают, и, естественно, учителя такие в интернете есть, которые у нас такие знахари и маги великие, что, ну, сами себя назвали, как говорится, и пошли по этой дорожке. Тороговцы талисманов, как говорится, стали магами. Тороговцы талисманов приводят к проблемам еще одним, которые не часто говорят. Это глухоте и слепоте. Да, да, да. Потому что токсическое рутин, вещество, оно как раз влияет на эпители более мягких участков, более тонких участков кожи, как говорится, слизистых наших, и потом идет разрушение. Ну, вкратце, надеюсь, хватит. Естественно, нужно понимать, что у этой травы есть с точки зрения магии, оккультизма, несовместимость. Рута относится к Сатурну, и, то есть, чаще или в час Сатурна, или чаще, как говорится, в день Марса. И в час Сатурна, или Сатурн, допустим, день Сатурна, допустим, суббота, да, и в час Марса, допустим, да, то есть, вторниковый чаще. Естественно, есть определенные еще одни противопоказания касаемо магии. Она, допустим, если мы в арабскую магию окунемся, Самир Али должен был это знать, но он не в курсе этого, потому что тот, кто ему посоветовал, он, похоже, желает убить подписчиков. Или, похоже, вы желаете подписчикам вреда. Такая безграмотность опасна, очень опасна. И я не понимаю, зачем вы это делаете, но такое впечатление, что, знаете, просто услышали траву, и давайте долбасить ее, и просто тупо противопоказания, показания, пофигу, как это повлияет, что с человеком сделает, если вы его блокируете, удалите, и до свидания, да ведь? Дальше. Касаемо даже, допустим, если просто поговорим, если вы ее используете, мойте руки тщательно, мойтесь обязательно после использования этой травы. Допустим, мусульманская традиция, в арабской, персидско-сирийской, да, в оккультизме вообще, ее применяют чаще для порч, она не зря еще одно время называлась кровь Аллаха, потом джина, джинов кровь называться начала, то есть рута, да, то есть рута это кровь по-русски, рута, то есть она влияет на кровь, то есть если вы хотите навести порчу, пожалуйста, вы будете себе кровяные разные дела делать, да, то есть я уже снимал видео порчи через, на кровь именно как делается, да, если хочешь, посмотрите видео, у меня есть, так вот, начинаются именно кровоизлияния в любых местах, начинаются проблемы, связанные с родом, с кровью, вы кривляете жизнь свою, портите, ну, естественно, не задумываясь, по сути вы намерены это делаете, то есть вы сами идете на это, не думая, ой, там мне посоветовали, он мне посоветовал, он мне сказал, ой, такой умный человек, он мне посоветовал, как умереть, как уйти на тот свет быстрее, вы в курсе, что этой травой призывают мертвых, а вы в курсе, что она чаще в некротических ритуалах участвует, допустим, арабы ее не часто используют, потому что знают, что она чаще для порчи, для негативного воздействия, позитивной она не станет, для этого нужна еще одна трава, которая будет блокировать ее хаосную силу, вот этого Марса, такого активного, и Сатурна, по сути это складывается, получается, по планетарной магии, кто не знает, холодный огонь, холодный огонь, то есть это жизнь, которая мертва, вы каким образом собираетесь чистить, открывать дороги, если по сути вы открываете дороги для покойников, для трупов, о, здравствуйте, можно, а что перед зеркалом сразу не подымить, давайте подымим, ночью, особенно при свечах, о, чтобы трупы пришли, и вас сразу взяли, как говорится, подрученькие, начались подселения, и так далее, все проблемы, не зря по легенде психея первого своего любовника отравила окурив всего лишь 7 раз пучком рты, так это о чем-то уже говорит, может пора уже как-то доверять этому всему, а как-то реагировать, уже давайте включать мозги люди, здравый смысл, чтобы себя не отравить, не убить, просто тупо идете, как на убой, вы что настолько себя не любите, и не цените, что ли, вы готовы любую траву быстрее-быстрее выдузить, или быстрее себя обкурить, а потом какие будут проблемы, вы в курсе, что она вызывает выпадение волос, не в курсе, так дымите сильнее, давайте еще настои на голову втирайте, потом если выпадет, вы не удивляетесь, скажите спасибо своим магам, за все, что они вам такие дорогие советы дают, что потом вы вымираете, потом у вас болезни, плюс, касаемо, допустим, биологии, да, немножко оккультизм, мы разобрали магию и так далее, да, ну, понятно, что на кладбище чаще ее дымят, там и так далее, не зря могильная трава называется чаще, по-русски, нашли вы, молодцы, в гугле там, да, а вот, это так, вкратце название, да, а вот, громола и так далее, много у нее названий, вот, но главное рута по-русски, плюс многие не знают, первая проблема ваша, когда только эпителий впитывает, то есть часто окуривает, и не помылись после этой травы, это как после боли головы или кукольника, да, а конита еще хуже, но я не буду разбирать, учить меликих магов ваших, когда вы окуриваете часто, пучком гигантским, да, впитывается в эпителий, вдыхаете в себя, это проходит, самое интересное, каким-то образом, химически печень начинает поглощать это, и потом ударяет по поджелудочной железе, и над почечником, о, какие вы добрые маги, какую вы добрую жизненную ситуацию, и совет дали своим подписчикам, браво, а я считаю, нужно знать заранее, прежде чем что-то использовать, нужно все перерыть, чтобы это понимать, не убить свой организм, главное, это не навреди, да, ведь, а вы такое печенье, что-то где-то увидели, о, я такой добрым советом, пойду-ка я всех положу на тот свет, о, да, а если они мусульмане, и у меня большой вопрос, джинны как их сразу вселятся, или начнут одержание создавать, или проблемы со здоровьем, или постепенно, ты думаешь, вам, таким магам спасибо, кто-то потом скажет, я сомневаюсь, вас будут проклинать до последнего, никто вас не спасет потом, потому что заслуженно, безграмотность, безграмотно, советуйте людям убить себя, отравить себя, ядом, где-то у меня видели, допустим, где-то безграмотные решения, бессмысленные, я все разбираю постепенно, у меня уровень виден, уровень виден, посмотрите на мой уровень, посмотрите на мои видео, вы способны это сделать, вы способны сделать космограммы, буду полностью вот это все показать, вы способны? Нет. Может, пора прислушиваться уже к мнению людей, которые имеют опыт? Я думаю, вы не способны это делать, вы готовы умирать из-за лжи, вы готовы защищать лжецов, И травится, травится, травится Так давайте сразу, а что? Давайте литра сразу два Настойку сделайте в ванну Примите пару раз, потом кожа сползать начнет Вы скажите спасибо Такая чистка крутая Так понравилось А что сразу аканито еще не добавить Настойку? Слезет Три слоя сразу Как круто, такие добрые люди Я считаю Что это просто убийцы Убийцы Садисты Которые вам желают зла Уровень развития Просто знаете, падает Это обидно Жалко людей, которые безумно идут И верят в такое все Вот эту чушь И потом начинаются проблемы Мне не пишите потом с этим Вы сами идете на смерть Вы сами идете на Колуму Как говорится, убивать себя, травить и так далее Продолжайте Надеюсь, вкратце я вам разобрал Как говорится, что-то до вас дойдет Кто, как говорится, ушастый хотя бы Уши есть вообще Глаза После просмотра этого видео Или в начале Начните уже осознавать Думать головой Нужно думать о себе О своем здоровье Заботиться А не идти на смерть Добрые люди Проблемы с глазами Со зрением, со слухом Потом начнутся Проблемы с зубами Особенно Руда Трудно выводится Из костей Ох, какие вы добрые люди Спасибо вам Спасибо Несколько поклон Замирали Удачи вам С вами был Александр Печуев Как всегда